Хей! Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и это видео 24 часа в машине. Я постараюсь сделать этот ролик максимально офигенным. Нормально снять его мне поможет моя сестра, да. Сегодня я хочу попробовать устроить вечеринку в машине. Возьму туда плед, вкусняшки, естественно, которые относятся к правильному питанию, всякие напитки, макбук. Все это я вам покажу тогда, когда уже определюсь с тем, что я буду брать. На часах сейчас 11 утра. Я только успела сходить в душ, привести себя более-менее в порядок, накраситься. Прямо сейчас я уже пойду собирать вещи в машину, готовить всякие пледики, игры, возможно, какие-то. Это будет очень круто, потому что я планирую открыть багажник и находиться еще в нем. При условии, да, он будет открыт. Погода сегодня чудесная, летняя, поэтому я думаю, иногда я смогу выходить из машины только для того, чтобы немного посидеть в багажнике. В общем, это видео будет очень интересное. Также я поотвечаю на ваши вопросы. Оставайтесь со мной, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали, потому что не подписавшись, вы пропустите очень много всего интересного и будете натыкаться на мои видео еще не один раз, а также нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть мои видео первыми и никогда ничего не пропускать. Сейчас вы увидите мою чудесную заставку, и после нее я покажу вам все то, что я беру в машину. Мы можем начинать. 24 часа в машине. Поехали. Я уже подготовила все вещи в машину. Сзади сидит Полина. Всем привет! Такая вот красотка, которая внезапно появилась в моем видео. И сейчас я вам покажу все то, что я беру в машину. Конечно же, моя бутылочка с водой, которая сейчас пополнится. На всякий случай еще одна бутылочка с водой. Мягкие игрушки. Как обойтись без них, скажите мне, пожалуйста. Диетические чипсы, которые мы с вами попробуем. Протеин чипс, сметанный лук. Батончики, так как я на диете, тоже какие-нибудь продегустируем, чтобы видео было веселое. Плед! Даже два плета. Ну как же без них? Вот такое вот зелененькое и вот такое вот цветное черное. Один плед я положу на заднее сидение, а второй в багажник. Естественно, мой телефон, макбук я решила не брать, так как монтировать мне пока что сейчас нечего. Нужно хотя бы это видео отснять, чтобы было что монтировать правильно. Вот, взяла с собой свой ежедневник. Вот такой вот чудесный, красивый. Начну его сегодня заполнять с единорогом. Пенал с клубничками, где всякие ручки и так далее. Настольная игра, на случай, если Полина решит со мной во что-то поиграть, чтобы тоже было нам обоим интересно и не скучно. Планшет. Как же без него? Поиграем с вами в какие-нибудь игры, чтобы было тоже веселее. Колонка, потому что заводить машину я не хочу, боюсь, права я, к сожалению, не имею. Придется взять колонку, чтобы послушать музыку. Ну и, конечно, мои дорогие, ключи от машины. Без них мы сегодня с вами не обойдемся. С помощью именно этих ключей я открою багажник, я открою саму машину, и мы с вами сегодня там будем веселиться. Поэтому прямо сейчас я иду открывать машину. Мы с Полиной делаем атмосферную тачку, все туда затаскиваем, все раскладываем. И я вернусь к вам уже после вот этой чудесной нарезки под музыку. Поехали! Вот такая вот чудесная атмосфера. На улице сегодня просто жара, лето. Я так мечтала, наконец-то, снять какое-нибудь такое атмосферное летнее видео. Поют птички. На улице просто пекло. Поэтому одну водичку я положила в багажник, а другую на заднее сидение. Мы с вами будем туда-обратно перемещаться. В багажнике очень круто. Я думаю, даже можно будет сделать какую-нибудь прикольную фотографию мне в Инстаграм. Кстати говоря, о моем Инстаграме обязательно подписывайтесь. Ник вы сейчас видите на своих экранах. Причем плюс поселка, где я живу, заключается в том, что тут в принципе не особо много народу. И когда я снимаю, никто на меня не пялится и не задается вопросом, а почему как бы тут девушка сидит в багажнике и ее снимает ее сестра. В общем, вот такая вот красота. Багажник, конечно, не особо большой, но достаточно вместительный. Думаю, меня там можно будет закрыть, как-нибудь поугарать. 24 часа в багажнике будет. Сейчас я вам покажу атмосферу уже на заднем сидении машины. Итак, я взяла с собой колонку, где мы сейчас включим музыку. Пледик, если вечером вдруг мне станет холодно. Кину его вот сюда, потому что машина чистая, слава богу. Ежедневник, все, что я вам показывала, пенал. Мягкие игрушки можно куда-нибудь кинуть вперед. Вкусняшки. И сейчас мы вместе с вами переместимся прямо вот сюда. Самое интересное с багажником оставим на потом. Настало время разуться. Полинка, можешь снять мои чудесные кроссовки, которые я сейчас чуть ли не испортачила. Как бы мне не испортачат еще мои беленькие носочки. Итак, я сейчас в машине наведу порядок. Отложу все это на потом, потому что сейчас я кушать не хочу. Я уже позавтракала, как я вам говорила, привела себя в порядок. В машине очень душно, поэтому я думаю, вы не обидитесь, если до вечера будет открыт багажник. Вы все прекрасно знаете, если на машину светит солнце, там происходит ну просто баня. Поэтому игрушечки я откладываю, колоночку тоже. Машину я заводить не буду. Многие блогеры снимают 24 часа в машине, когда они прям в ней гоняют. Но я считаю, что круто, когда я нахожусь в таком отдельном домике. Когда такая прям атмосфера. И ты проводишь целый день далеко не дома. Это очень прикольно. Сейчас я предлагаю немножечко поиграть с Полиной в какую-нибудь настольную игру. Полиночка, ты согласна со мной? Поэтому прямо сейчас мы поиграем. Подснимем для вас все это. Естественно, я включу музыку на колонке. И где-то часик мы убьем конкретно на игру. Погнали. Полина у нас вот такая вот красоточка. Тоже довольная. И я очень рада, что сегодня я проведу 24 часа в машине. Полина не все время будет со мной. Но так или иначе, будет очень весело. Так, я хочу кушать. Ну и идешь, покушаешь домой. У меня вот сегодняшний запас. Чипсы да батончики. Чудесные 24 часа в машине. Ну что, играем? Да. Мы с Полиной резко вспомнили, что нам недавно родители показывали, что тут можно разложить сидение. Делается это вот таким вот образом. Вот так вот. Оп. И сидение вот так вот убирается. И можно провести даже не 24 часа в машине, а 24 часа в багажнике. Это будет даже круче. А то в машине очень душно. С другой стороны делается точно так же. Опа. Впереди копы. Мы вот так вот расстилаем пледик. И это будет гораздо интереснее. Ну согласитесь со мной. Слушайте, ребят, все-таки правильно мы с Полиной додумались, согласись. Да, офигенно просто. Если бы нам в голову не пришла та мысль, и мы бы не вспомнили, что нам говорили родители, то мы бы сейчас сидели... В тесноте. Да, в тесноте, в жаре. Было бы некомфортно. А сейчас у нас получается даже одновременно 24 часа в машине и в багажнике. Как я и сказала, сейчас мы будем играть вот в эту чудесную игру. Она моя любимая. Называется Соображай. Просто офигенная игра, где можно придумывать слова, угадывать их, ну и называть слова по специальным заданиям. Это будет самое офигенное видео. Погнали. Да. Итак, мы улеглись удобным таким способом. Полинка... Мне кажется, еще не определилась, как мне лечь. Полинка то лежит, то сидит, пока не нашла себе удобное место. Наша цель сейчас разложить карточки. Красные. Большая-пребольшая стопка. Тут все перемешано. Ну да, у меня, как обычно, все через жопу. Вот такая вот первая стопка. И вот такая вот вторая стопка. Она побольше синенького цвета. И сейчас мы будем играть. Но покажем вам это веселье всего лишь под музыку. Ну что, Полинка, давай. Короче, ребятки, мы с Полиной доиграли. И все-таки в этом раунде... Ну, Полин, выиграла я. Потому что у меня насчитано 37 карточек. У меня 21. А у Полинки 21. Поэтому я победила. Но ничего страшного. Потому что, ну, тут как бы на угадывание слов. И, естественно, мы с Полиной по возрасту немного отличаемся. Я немного поддавалась. Но все равно. Не суть. Сейчас мы с Полинкой решили немного перекусить. И я обещала вам, что устрою дегустацию моих диетических продуктов. Поэтому прямо сейчас я достану те самые чипсы, которые еще ни разу не пробовала. И, кстати, в моем Инстаграме я вам их показывала. Все попросили обязательно продегустировать. Да, я в Инстаграме скажу, чтобы обязательно посмотрели это видео. Кстати, мне недавно пришло огромное количество новых шмоток, одежды. И я просто на себя нацепляла по очереди, не сочетала ни луки никакие. А просто надела на себя какие-то штаны, которые мне пришли, и футболку. Они вместе выглядят не очень. И все в пабликах начали писать, типа, это новые луки Карины. Господи, какие луки, это просто новая одежда. Фотографии моих луков вы видите сейчас на своих экранах. Четыре уже показала. Вот еще раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ну и, короче, так далее. Видите, на экранах офигенная одежда. Какой лук вам понравился больше? Поставьте на паузу и напишите мне в комментариях. А сейчас Полинка уже подготовила еду. Я хочу чипсы эти попробовать. Да, сейчас попробуем. Уберем игру, чтобы у нас в багажнике не было беспорядка. И все будем пробовать. Итак, начну я, пожалуй, вот с таких вот чипс. Потому что времени уже достаточно много пролетело, и я проголодалась. Вчера мне они только пришли. Как я говорила, я их не пробовала. Полинке я дам после меня попробовать. Так что мы все продегустируем. Что я вижу? Доставили эти чипсы не в целости и не в сохранности. Потому что они все потресканные. Но ничего страшного. Сейчас я попробую. Напоминаю, они диетические. В них не так много калорий, как в обычных чипсах. Слушайте, ну что я могу сказать? Вначале приправа чувствуется, как у обычных чипс-принглс. Каких-нибудь, да? Или лейс, там, банальных. А потом чувствуется, что эти чипсы сделаны на какой-то другой основе. Чем-то напоминает крахмал. В этой пачке всего 135 калорий. Не так много, я вам скажу. Достаточно вкусные. Если их позволить себе раз в неделю на диете съесть, я думаю, это будет нормально. Поэтому такие чипсы очень вкусные. Балинка, ты попробуй. Давай. Эксперт по поеданию чипсов. Сейчас он скажет. Это точно про меня. Действительно ли они вкусные. Но в конце послевкусие говно, да? Как будто бы они на какой-то основе не очень. Вначале очень вкусные. А потом уже послевкусие не очень. Потом они отвратительные какие-то. Приправа, я говорю, вкусная. А сами чипсы нет. Можно облизать. Я тебе дам облизать. Мы тут обострем всю машину с тобой. Сейчас мы с вами... Сейчас мы с вами попробуем миниатюрные батончики от Байт. Они тоже диетические. Если их раз в два дня кушать, там если охота сладенького. Сейчас я выберу рандомный. Ой, мне только не с апельсином, пожалуйста. Попадается с апельсином. Поэтому мы с тобой попробуем с апельсином, Полина. Нет, фу, я не буду с апельсином. Ладно, ты другие вытянешь. Сейчас я попробую с апельсином. Чем-то похоже на... Такие батончики, они очень маленькие, ребят. Пастила какая-то. Да. Знаете, на что похоже? На жвачку по рублю, которую все в детстве покупали. Помните, такие прям маленькие, тоненькие? Да. Полина, подтверди. Нормально, тебе понравится. Реальная жвачка по рублю. Еще там есть корица, яблоко. Очень прикольный батончик. Вкусно, но с апельсином я не люблю. Давай я с клубникой попробую. Давай. Это с клубникой? Да. Тут еще кокос и персик. Дегустация и... Короче, ребят, вкус как будто пастила. И клубника, знаете, как будто в лесу сорванная. Или у вас на огороде, если есть, вы меня поймете, клубника очень отличается. Вот реально клубника с огорода, которая. Ну а теперь попробую я Полинин батончик. Очень вкусный. Да, Полина права. Все, дай мне, брат. Чем-то даже похоже на землянику. Как будто чай, такой немного кисловатенький. Куда вы добавили много клубники, очень вкусно. Сейчас я нормально перекушу и буду заполнять ежедневник. В общем, ребят, Полина дотянулась до моего ежедневника. И тут я вижу, что мимо проезжает девочка и как-то непонятно на меня смотрит. И как оказалось, это моя подписчица, представляете? Всем привет! В общем, такое вот чудесное настроение. 24 часа в багажнике становится все лучше и лучше, потому что меня уже в поселке начинают узнавать. Как твое настроение? Расскажи, пожалуйста. Хорошее. Все, прекрасно. Мы сейчас, ребятки, сфотографируемся. Я уж точно заполню ежедневник. Кстати, мы с Полинкой еще успели пофоткаться. Я уже эту фотку залила ко мне в Инстаграм, потому что этот ролик вышел. Значит, и фотография вышла. Фотку вы видите сейчас на своих экранах. В ник моего Инстаграма тоже обязательно подписывайтесь. Вот, а мы фоткаемся и продолжаем 24 часа в багажнике. Ну что же, мои дорогие, я пооформляла ежедневник. Там, к сожалению, написаны всякие личные моменты. Есть те ежедневники, которые я вам показываю, куда я все вклеиваю и оформляю, когда у меня есть вдохновение. Есть те, куда я записываю свои какие-то личные секреты, личные моменты, которые, я думаю, ну, читать было бы вам неинтересно или интересно, но читать не стоит. Я выложила к себе в Инстаграм историю, где попросила вас задавать мне вопросы. Как же видео 24 часа без этого? Сейчас я в прямом эфире буду отбирать разные вопросы, на которые немножечко поотвечаю. Двольно 2-3 минутки, чтобы видео было насыщеннее и интереснее. Погнали! Первый вопрос, как ты относишься к хейту? Ребят, я уже не раз на него отвечала, и честно скажу, что хейт, он есть у каждого человека, у каждого блогера, у каждой популярной личности. Так что к хейту я отношусь нейтрально. То есть, действительно, даже не нейтрально, а мне все равно, потому что люди бывают разные, у всех свое мнение. Кто-то считает нормальным кого-то обосрать, и даже если ему скажут, что это неприемлемо, он все равно никого не послушает, возможно, кроме своих родителей. А кто-то любит писать конструктивную критику, которой я прислушиваюсь. Так что для меня комментарий «ты тупая толстая корова» ничего не значит, потому что в мире более чем 7 миллиардов людей. И реагировать на хейт, возможно, тех людей, с которыми я никогда в жизни не столкнусь, я думаю, не стоит. Да и вы, ребят, недостойны этого. Если вы тоже блогеры, у вас есть хейтеры, лучше не обращать на это внимания, потому что, я уверена, фанатов больше, чем хейтеров. Я вас люблю, мои дорогие. Следующий вопрос, на который я отвечу. Чего ты хочешь достичь? Ой, слушайте, вопрос достаточно необычный, но, наверное, как-то правильно ответить я на него не смогу, потому что пока я не знаю, чего я хочу достичь. Наверное, своих целей, а цели у меня постоянно меняются. Сейчас у меня, например, цель 3 миллиона подписчиков на YouTube-канале и открыть что-нибудь свое, возможно, какой-нибудь свой салон, свой клуб или свой магазинчик какой-нибудь, или запустить свою коллекцию одежды. Я очень люблю, когда мои цели исполняются, и действительно, когда я к ним стремлюсь, поэтому ставить себе тысячу целей, я думаю, пока не стоит. И потом уже со временем я пойму, чего я вообще от жизни хочу получить и чего достичь в итоге. Следующий вопросик. Расскажи, пожалуйста, про похудение. Как ты так быстро сбросила? Вообще, я хочу снять о похудении отдельное видео, поэтому, я думаю, сейчас в подробностях рассказывать не стоит. Видите, я могу себе позволять даже иногда какие-то батончики, чипсики низкокалорийные. Я сбросила основную часть своего лишнего веса, поэтому многие до сих пор не могут заметить того, что я похудела. Когда уже и мой минимальный вес начнет уходить, хотя я этого пока что не хочу, тогда уже будет заметно. Но, в принципе, я убрала сейчас все свои лишние килограммы, я сейчас выгляжу не толстой, поэтому моя фигура сейчас меня устраивает, и думаю, что совсем скоро я с диеты перейду на правильное питание. Ну да, я на правильном питании, но смогу позволять себе больше, чем позволяю на диете. Тоже из правильного питания. Например, сейчас мне нельзя лаваш. А в правильное питание можно будет включить лаваш, например, да, семгу иногда по утрам, лосось. А сейчас, например, на диете такого делать нельзя. Ну и последний вопрос, на который я отвечу. Карина, твой любимый сериал? Вообще, сериалы я смотрю очень редко, но моим самым любимым сериалом является «Скам». Он такой подростковый, про любовь, интересный. Я посмотрела все сезоны и про нетрадиционную ориентацию. Там есть все, что доказывает, что все мы люди разные. У всех есть свои особенности, своя внешность, свои фишки, свои вкусы, конечно же. Поэтому советую вам посмотреть сериал «Скам». Вы прям влюбитесь в него, я серьезно говорю. Сейчас мы с Полиной немного повеселимся, послушаем музыку, позалипаем в телефонах, потому что без этого 24 часа не 24 часа. Просто для вас подснимем некоторые моменты под музыку и вернусь к вам уже тогда, когда буду ложиться спать в машине. Ребята, я, короче, делала ров, чтобы монстры ко мне не пробрались ночью. И у меня дуб горит. Вот такая яма, короче, с лавой, чтобы монстры до Полины не добрались. Ну и в итоге в Майнкрафте у Полины загорелся ее любимый дом. Больше никогда не буду строить дома из дерева. Прошло примерно 2 часа, мы с Полиной валяемся. Вот такое вот чудесное. Уже 2 часа прошло? Да, уже прошло 2 часа, Полин. Времени сейчас уже 17.00, мои дорогие. 17.00, вы не представляете, как быстро пролетело время. Мы еще половину для вас не отсняли из всего того, что мы сделали. Вся еда уже доедена. Поэтому прямо сейчас мы с Полинкой, наверное, поиграем, наделаем еще каких-нибудь крутых фотографий. За окном уже совсем скоро начнет темнеть. Мы вам показали нашу небольшую жизнь 24 часа в багажнике. Как только я дождусь вечера, позанимаясь своими делами в машине, я к вам вернусь. Для вас это будет 1 секунда, а для меня 2 часа еще чем-нибудь себя займу в машине. Ребятки, ну что же, уже наступил вечер. Я лежу в машине, прижалась в уголочек. Полина уже ложится спать. Моя мама сейчас мне принесет жидкость для снятия макияжа. И я хочу вам сказать огромное спасибо за просмотр этого ролика. Я сейчас уже буду ложиться спать, укроюсь пледиком. Возьму с собой какую-нибудь игрушечку, потому что без игрушечек я не могу спать. Спасибо вам большое, что вы досмотрели это видео. Не забывайте подписываться на мой инстаграм. Ник вы сейчас видите на своих экранах. Это был чудесный день. Мы с Полиной поиграли и повеселились, и встретили нашу любимую подписчицу. Это было просто супер, но я ложусь спать. Всем спокойной ночи, мои дорогие. Я с вами прощаюсь. Какое видео еще вы хотите видеть на моем канале, обязательно напишите в комментариях. Ну а я пошла спать. Спокойной ночи. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok